Законопроект о внесении изменений в закон о защите от недостоверной ложной информации будет обсуждаться не только в парламенте, но и в обществе. Все назревшие вопросы, связанные с документом, были подняты на круглом столе, в котором приняли участие все заинтересованные стороны, включая представителей СМИ. Хотелось бы отметить, что основной целью разработки данного законопроекта являлось моральное устаревание действующего законодательства в сфере СМИ. Все мы знаем, что действующий закон о средствах массовой информации был принят в 1992 году, то есть ровно 30 лет назад. За 30 лет в Кыргызстане у нас в стране сменилось целое поколение журналистов. Я выше отметил, появились новые механизмы работы, новые способы коммуникации, передачи информации и так далее. И даже элементарно в части терминологии закон уже является морально устаревшим. Поэтому его актуализация и является основной целью разработки. Никаких других целей, как некоторые коллеги говорят, мы не преследуем. Турагаджу Урху Кенеша Нурланбек Шакиев отметил, что перед принятием законопроектов, касающихся свободы слова, целесообразен обмен мнениями всех заинтересованных сторон. По его словам, недопустимо ограничивать свободу средств массовой информации. В то же время нельзя забывать об ответственности. Мы всегда отличались от других стран региона высоким уровнем свободы слова. Поэтому нам нужно правильно использовать эту особенность и не забывать, что свобода слова сопряжена с большой ответственностью. Конечно, не бывает идеальных законов. Каждый закон должен быть разработан не только с учетом текущей ситуации, но и с завтрашнего дня. Нет будущего у законов, которые власти разрабатывают и принимают в личных интересах. Наоборот, они имеют обратный эффект. Поэтому мы готовы выслушать все мнения и предложения. Сегодня, безусловно, наша медийная сфера поменялась на все 100%. Поэтому я понимаю авторов законопроекта, что они решили с учетом тех реформ и модернизации медийной сферы, они, по сути дела, создали новую законодательную базу под СМИ. И вот как раз вот эти аспекты там четко прописаны. Но в целом я не считаю, что этот закон, допустим, каким-то образом влияет на ограничение свободы слова. И, как его определенные мнения такие высказываются, что мы будем жить во времена цензуры. Я, честно говоря, цензуры в этом законе проекта не увидел. По итогам заседания принято решение доработать законопроект. И на этот раз в этом процессе смогут принять участие журналисты и медиаэксперты.